В 209-200е годы до нашей эры, в принципе, окончание вот этих всех драм, связанных со Второй Пунической войной и вообще всеобщей там войной Средиземноморья. Начинаю с периферического эпизода, Критская война и Македонская война. Македоняне, хотя их разбили в предыдущем десятилетии в Иллирии, они все-таки продолжили довольно тяжелую войну на два фронта против римлян и против греков, которые продолжали в Итолии держаться и на Пелопонессе. Ну, в общем, греков удалось разбить, поскольку римляне были сильно заняты на Карфакинских фронтах на всех, а римлян нет. В 205-м году был заключен мирный договор с римлянами Македонии, с Римом и с греками пелопонесскими. Практически договор был на статус-кво, то есть македоняне ничего особенно там не захватили в Иллирии. Но римляне были тоже им недовольны, потому что, так сказать, напали, ничего за это им не было, поэтому римляне скоро устроят, разобравшись с Карфагеном, римляне устроят Македонскую войну и присоединят Грецию тоже к Риму. Это прямо скоро будет. Ну, вот, несмотря на все эти поражения, Филипп особенно ничему не научился. И вот, учитывая все эти проблемы Египта, которые обострились, он начал кампанию против Египта. 205-200-е годы, это Критская война. Это Филипп V македонский пытается захватить там у Египта. Были точки где-то ближе к Греции, там, допустим, Крит, определенные города тоже греческие в Ионийском заливе. И раньше, когда они разбили несколько раз селевка в этих войнах, они захватили там точки близкие к Македонии. И вот Македония пыталась оттуда выбить. Заодно Македония связалась с Самосом, Хиосом, Пергамом, Родосом и так далее, всякими мелкими государствами греческими, малоазиатскими. К чему это привело, что они полностью потратили все ресурсы на вот этих греческих фронтах, воюя с разными мелкими государствами. Потом, когда римляне туда явятся, они их довольно быстро разобьют. Ну, римляне в этой десятилетии занимаются плотно Карфагеном и победят его. В 11-м году взяли капу у римляне, то есть, в принципе, отогнали Ганнибала от Рима, непосредственной угрозы не было. После чего римляне занялись дальнейшим захватом всяких ресурсных точек, через которые может снабжаться, в принципе, Ганнибал. В качестве основной ресурсной зоны, которую надо захватить, они выбрали Испанию. И вот туда как раз они отправили публи этого с Цепиона, публи Корнелий, с Цепиона, победитель Карфагена. В конце лета 210-го года он прибыл с войсками в Испанию. Он в качестве постоянного базирования выбрал греческие города, теперешней, Каталонии. Тогда они все поддерживали Рим. Вот он на них базировался. И с этой базы он осуществлял различные походы, пытаясь всевозможные опорные точки карфагенян выбить на побережье, разбить кельт-иберов и привлечь на свою сторону. То есть, что касается народов Испании, ранее их фактически и били, и союзничали с ними карфагеняне, теперь тоже самое продолжили римляне. То есть, с одной стороны, они пытались их вовлечь в борьбу с карфагеном, с другой стороны, они с ними же воевали. Удалось довольно рано, в 209-м году, занять основную точку, новый карфаген. То есть, это Картохена теперешняя, это, в принципе, основной город, опорный пункт карфагенян был в Испании. Вот его захватили и там же взяли кассу нехилую этих испанских финикийцев. После этого был ряд крупных сражений. Например, битва при Бекуле была, где римляне победили. Иберы начали с Цепиона называть царем после победы при Бекуле. Но вот он сказал, что поскольку он не царь, то его нужно называть императором. И вот эта, кстати, идея, она потом продолжила, что император это вообще-то не царь. И Рим, он длительно считался республикой, даже вот тот период, который мы считаем империей, он считался республикой, там собирался сенат. То есть, на самом деле, модель монархии... То есть, нельзя сказать, что полностью когда-либо Римская империя переходила на монархическую модель. Там периодически были императоры, которые полностью все держали, и сенат ни во что не вставили. Но это считалось плохо, их критиковали римские историки. В принципе, там была определенная модель конституционной монархии по нашим понятиям. Что, собственно, вот в этом слове императора заключалось? То есть, то, что он, в принципе, он повелитель армий, а не царь. Немножко отлегся, просто это развенчивает определенные стереотипы о том, что якобы у Римской была монархия, когда ее там, в общем-то, не было. Газдурбал после поражений в Испании решил помочь почему-то Ганнибалу. То есть, часть карфагинян во главе с Газдурбалом, она двинулась в Италию на соединение с Ганнибалом. Видимо, потому что не знали, как уже снабжать его войсками. Вот часть войск они перебросили в Италию. Или, может быть, они думали, что там все-таки они закончат войну в Италии наконец-то. Это способствовало как к наступлению в Испании. Ну и так, в общем-то, Газдурбал тоже ничего не достиг, потому что полностью уничтожили его в Италии на реке Метавр. То есть, Газдурбал не смог помочь Ганнибалу. Ганнибалу становилось там все хуже в Италии. У него снабжение ухудшалось. Колонии карфагена захватили римляне. Итальянцы потихоньку начали обратно на сторону Рима перебегать, которые даже поддержали первое время Ганнибала. В 206 году считается, что была решающая битва при Иллипе. Это, собственно, в Испании. В значительной части уже и Беры, то есть сами испанцы, воевали на стороне Сципиона. В принципе, его так и отправили, чтобы там устроить восстание против Карфагена и испанцев на сторону Рима. Перевести со сражения при Иллипе противоречивые достаточно сведения по Либии предоставляет. Поэтому я эту картину вообще тогда не описываю. То есть спорят, как оно на самом деле выглядело, это сражение. Но, в общем, победили после этого. Практически полностью начистил Испанию. Вот Карфагенян. Ну и Испания далее будет Романская, как раз после вот этого всего. Испания стала латинской навсегда с этой точки. А могла, в принципе, быть бы и семитской финикийский язык. Я тут в курсе по семитским языкам расписываю. Довольно близкий и бритву, на самом деле, вплоть до того, что его путают. И даже в Библии есть некоторые тексты явно с финикийскими словами. Вот вполне возможно, что Испания была бы такой вот тоже семитской страной. Но не срослось. Кроме того, Сципион в Испании, он заключил союз с нумидийцем и синистцей. То есть они уже лезут в Алжир. В Алжире большинство населения составляли берберы нумидийцы. И они, в общем-то, считались под Карфагеном, но нечетко. То есть у них было самоуправление определенной независимости. Вот с частью берберов нумидийцев договорился с Сципион именно тогда. И они стали союзниками Рима. Что потом помогло во время наступления, собственно, в Африке. В 206 году Сципион вернулся в Италию. Но ему отказались устроить триумф, хотя он присоединил Испанию и фактически выиграл в тот момент уже войну. Поскольку была сильная оппозиция среди сенаторов, которые ругают историки. Ну, историки на самом деле все за Сципиона, потому что Полибий, он друг внука Сципиона. Полибий пишет полностью всю историю панических войн за Сципиона. Это он с этой семьей, он практически там родственник их, друг семьи. Поэтому он все пишет за Сципиона и везде пишет, что его там убежали. Он фактически выиграл всю войну, а его немерено все убежали и не ценили. Это у Полибия тема любимая. Ну, вот после всего этого все равно он в политике победил. Победил на выборах консулов, поскольку явные у него были успехи там в Испании. И двинулся он в Африку. Набрал 7 тысяч человек для экспедиции, высадился. Ну, после чего вот практически войну все полностью перенес на территорию Африки. То есть уже непосредственно возле города Карфаген. Сначала он пытался захватить длительный город Утику. Утика второй по населению город. Но можно сравнить, что Карфаген Москва и Утика Петербург. Как я уже говорил, во время восстания, которое совсем недавно было, восстание наемников, Утику держали наемники-повстанцы. Но Степиону довольно трудно было ее взять. Они там готовились, он ее длительно осаждал. При этом он одержал несколько побед, уже вот выйдя на Великие Равнины в 203 году. Потом битва на Великих Равнинах с Газдрубалом. Где он довольно сильно нанес поражение Карфагенянам. После этого отозвали из Италии Ганнибала. Ганнибал был вынужден все свои завоевания от них отказаться и эвакуироваться. В 203, кажется, году. Ну, где-то, да, в начале 202 года, даже в конце 203-го, прибывает Ганнибал. То есть все силы сосредоточили карфагеня на обороне Карфагена. Фактически все колонии у них захватили. Часть нумидийцев поддержала тоже римлян. И, в общем, все плохо у Карфагена. Решающая битва была битва при Заме. В принципе, битва при Заме, как описывают историки, которые на стороне Рима, они там практически отомстили за Канны. То есть они тоже там окружение осуществили в битве при Заме, в последней битве Пунической войны. Разбили сначала на флангах конницу, потом конница и пехота. Они все ударили и окружили полностью Ганнибала. В этой битве со всей его гвардией. Поражение в битве при Заме было последнее. Карфаген категорически войну проиграл. И Сцепион утверждал, что он хотел разрушить Карфаген. Но вот эти мудаки-сенаторы, которые вечно были против него, они помешали. А в принципе, надо было разрушить Карфаген уже тогда. И все дальнейшие войны бы прекратились на этом. Ну, в общем, по миру. Карфаген сохранил только владение в Африке. Не имел права на самостоятельную внешнюю политику. То есть он лишился вообще статуса державы. Должен был выдать весь военный флот, кроме 10-ти террирем, заплатить огромную контрибуцию. И вернуть также нумидийцам. То есть даже в Африке они огромную территорию вернули Берберам. Италия переходила полностью, и Испания переходила полностью Риму. Ну, вот, да, с этой точки Рим стал крупным, серьезным эллинистическим государством. И дальше они уже занимались серьезной политикой. То есть они воевали с селевкидами. С другой серьезной такой международной крупной державой того времени. А в этих местах на Западе, Средиземноморье, все уже было понятно. Ну, вот селевкиды то ли сплоховали, то ли у них варианта никакого не было. В принципе, селевкиды, они вместо того, чтобы поддержать македонян, которые таговали Египет, они устроили сильную войну на Востоке. Может быть, на Востоке там тоже, короче, им угрожали, я думаю, что да. Египтяне, конечно, были заинтересованы, чтобы с Востока на селевку ударить. Но так или иначе, пока Филипп пытается наступать на Египетском фронте, тратит там значительные усилия на это, на все и ресурсы. Селевк не занимается Египтом, хотя мог бы как раз и ударить, и занимается он Востоком своей империи. Они разбили Парфян, затем он торгается в Бактрию. Бактрия – это фактически Афганистан, в Афганистане тогда греки. Была длительная война Ефтидема грека с Селевком, с Антиохом III. В принципе, Ефтидем вел войну, как обычно ведут афганцы, видимо, они до сих пор так ее ведут, то есть полностью партизанскую. Они уходили от прямого столкновения, наносили удары из-за угла. Именно так они воевали когда-то там в Афганистане с Александром Македонским. То же самое они продолжили с Антиохом, видимо. То ли там такая природа, так все устроено, или может быть там такие традиции. Реально, это же греко-бактрийское царство – это смесь поломестных иранских племен, греков и еще индусов потом. В общем, несмотря на все победы, Антиох подписал мир с этим Ефтидемом, и говоря, что там Ефтидемом, он говорил, что там на Востоке есть еще саки и масагеты совершенно, злобные дикие племена, которые, кстати, сейчас с казахами сопоставляются. То есть тут это наоборот хорошо казахам, это не наезд на казахов, вот и наоборот, если это были прото-казаки, то это хорошо, потому что это знаменитые племена, которых все боялись, воинственные, имеющие свою культуру, которые никому не подчинялись, даже Александру Македонскому. То есть сравнивать саков или масагетов с казахами – это на самом деле хорошо для казаков, но на самом деле пока не ясно. Нет четких доказательств, какого рода это были, и значительные есть теории, что это были иранцы тоже. Так или иначе, Ефтидем запугал Антиоха этими самыми саками. Он сказал, что если Антиох полностью присоединит Бак, то ему придется полностью с этими саками разбираться, а это совершенно невозможные люди и непобедимые. Поэтому лучше ему иметь такой вот буферный Афганистан, этот бактрийский, греческий, который бы мог хотя бы разруливать между Селевком и вот этими саками, прикрывать какой-то степенью цивилизованный мир, Персию, Вавилонию, Египет, прикрывать от этих вот страшных людей. Возможно, Ефтидем все это врал просто, чтобы запугать Антиоха, но в общем, суть в том, что договорились они, и Афганистан стал автономным таким государством, Ефтидем так и остался царем. И в результате у него, кстати, огромный был авторитет среди подных, потому что он в принципе войну, можно сказать, выиграл и с Антиохом подружился, и в общем все, что было нужно Афганистану, на тот момент он достиг. Ну и в отличие от Эсцепенеона, который постоянно имел дела с сенатом, конечно, все вот это уже явные монархи. И Антиоха, и Ефтидема, это именно цари. Они там считались каким-то советом знати, но так относительно, потому что власть у них, конечно, абсолютная была, это уже восточные такие монархи. То же самое можно сказать о китайских императорах. Китая, правда, опять гражданская война. Умер Циньши Хуан. После этого в 209 году уже началось восстание Чэньше. Чэньше был капитан армии. У него был приказ доставить 900 солдат в провинцию Юэнь, для того, чтобы защищать север от племен Хунну. Хунну, то есть они отождествляются с гуннами сейчас, хотя, может быть, это и не они. И как раз в это время они активно наступали. Циньши Хуан построил уже стену Великую Китайскую против этих Хунну. И дальше они активно вмешивались в китайскую политику. Ну вот, короче, этого капитана и его 900 человек ему приказали явиться на границу, воевать с этими Хунну. А он не дошел, потому что был ливень, наводнение и так далее. Поскольку законы при Циньши Хуане были жестокие, и они продолжились при его наследнике, за такие дела его должна была ожидать смертная казнь. Поэтому он восстал. Потому что если он восстанет, он еще какое-то время повоюет, живой будет. А если он просто пойдет и сдастся императору, то его просто казнят. Восстание получилось грандиозное, потому что люди были недовольны всеми этими жестокостями и не привыкли они к централизованным государствам. Также их поддержали конфуцианцы. То есть, несмотря на то, что конфуцианцы потом рассказывали, что их жутко преследовали, в то же время они постоянно проговариваются, что вот эта политическая позиция была, и как только начала страна разваливаться, те все конфуцианцы начали поддерживать повстанцев всяческих. То есть, значит, они, в принципе, и при империи они сохранялись. Может быть, они были там нелегально, полулегально, может, они преследовались, но их не вырезали там полностью, не сожгли все книги и так далее. Вот этого всего страшного, скорее всего, и не было до конца. Ну, вот, значит, он был сначала успешен, Чен Ше, но потом он себя провозгласил императором, а у него не было оснований реальных. Для этого это сочли, как бы, тоже беспределом, и поэтому один из его телохранителей убил этого Чен Ше. Кроме того, Син Му Тянь обвиняет Чен Ше в плохом отношении к генералам, что он, в принципе, пытался тоже подражать жестокостям этого Цин Ши Хуана и так далее. Но, тем не менее, Чен Ше это первый такой народный повстанец. В Китае вот эта традиция смены небесного мандата с него пошла. То есть, после него стало считаться, что, в принципе, если император совсем плохой, то может народ восстать, и вот какой-нибудь такой офицер, благородный типа Чен Ше, может возглавить восстание, свернуть императора, и это, как бы, все хорошо, выполняет волю неба. После Чен Ше возглавил все это восстание Сян Юй, то есть Чен Ше убили, но восстание продолжалось. Таким образом Сян Юй стал повстанцем, что значит губернатор провинции Чу вызвал Сян Ляна, чтобы возглавить борьбу с Чен Ше, с восстанием. Сян Лян позвал этого Сян Юя, а Сян Юй вместо того, чтобы воевать с повстанцами, отрубил императору, губернатору голову, губернатору провинции, захватил всю власть в армии и примкнул к восстанию. Ну вот, по мере различных разборок внутри восставших, Сян Юй, он возглавил постепенное восстание. У него был крупный советник Фань Цзэн, который считался мудрым человеком, и он ему различные хитрости китайские советовал. Но тоже ходят легенды о жестокостях этого Сян Юя, но поскольку потом пришла к власти династия Хань, скорее всего, тоже придуманная. То есть о нем тоже конфуцианцы рассказывают, что он был жестоким, расправлялся с чиновниками, казнил местных жителей и так далее. Сян Юй пытался найти законных правителей и провозгласить их императорами, допустим, потомка чужских ванов, то есть чужских царей, он объявил императором Хуай Ваном, но он был чисто номинальным императором, реально правило, естественно, Сян Юй. По фактическим показателям Сян Юй был очень успешен, он нанес ряд крупных поражений циньским войскам, то есть восстание-то сам по себе он волговлял хорошо. За него сражался Лю Бан, который потом станет императором, и вот он как раз в 207 году занял столицу Цинь, Сян Ян. В январе 206 года до нашей эры Сян Юй уничтожил, разграбил полностью столицу Цинь, казнил последнего циньского императора, вырезал весь род, разрушил, разграбил гробницу, то есть полностью уничтожил империю Цинь. Лю Бан явился к нему в это время в ставку, где он выразил дружбу, заявил, что они союзники, то есть, ну, в принципе, полководец этого же Сян Юя. И вот, как рассказывают историки китайские, на Перу был такой танец с мечами, и во время танца они как бы пытались напасть на Лю Бана, а другой танцор его что-то загораживал и так далее. В общем, вся эта вот история, она говорила о том, что Лю Бана могут убить, и поэтому он убежал. Ну, де-факто, что происходит, что один человек начал восстание, но потом постепенно лидерство переходит к его полководцам, то есть сначала один начал, потом Сян Юй, его был сторонник, тоже он стал главным, а теперь этот Лю Бан тоже восстал, и теперь Лю Бан стал главным, и как раз вот этот Лю Бан стал императором, то есть после длительных киданий восставшими друг друга, наконец-то один там победил и основал династию Хань. Сян Юй, он объявил типа свободу, то есть он восстановил независимость всех 18 государств, которых Цинь прижала. Но вот эта свобода, как отмечают конфуцианцы, привела к тому, что вот эти все регионы, они начали тоже друг с другом бродовать, быть недовольными различными границами, и, видимо, Сян Юй пытался какую-то конфедерацию с Китаем сделать, в целом по тогдашним условиям это не получилось, то есть тогда нужно было именно централизованное государство, и вот этот Сян Юй, он был вынужден с этим Лю Баном воевать, который решил, что его хотят убить, а также воевать со кучами всеми этими региональных лидеров, которые на лое появились. Лю Бан удалось ему с помощью определенной интриги поругать Фан Зена, то есть советника Сян Юя и самого Сян Юя. После того, как Фан Зен отсоединился от Сян Юя, тот начал проигрывать битвы. Решающая битва была битва под Гайся, 203 год до нашей эры, то есть примерно 6 лет продолжалась гражданская война в Китае, вот в 203 году Сян Юя разбили, он бежал. 202 год, примерно вот в тот же год, в который Рим победил Карфаген, Сян Юя тоже схватили. После чего Лю Бан стал основателем династии Хань. Ну, тут тоже всяческие поэтические истории китайцы рассказывают, как там Сян Юй сидел с какой-то бабой, пил вино, сочинял стихи, что небо его покинуло, и небо его мстит, и так далее. В общем, по этому поводу, естественно, китайцы сочинили кучу всяких произведений. Кончилось все тем, что Лю Бан одержал победу, прогласил себя императором Гао-Дзу, прогласил империю Хань, которая довольно долго и стабильно продолжалась, и крупнейшее государство китайцев античности. Перенес столицу в Чанань. Он объявил, что будет сохраняться централизованное государство, но не будет тех жестокостей, в которой были при Цинь. Дал свободу тем, кто себя в рабство продали, существенно понизил налоги, стал поддерживать сельское хозяйство, отменил всяческие жестокие законы, которые были, упростил судопроизводство. Он провозгласил первоначально веротерпимость, то есть разрешил конфуцианство, и постепенно конфуцианство, они его убедили, и уже при Любании конфуцианство было объявлено официальной идеологией империи Хань, и потом длительно была официальная идеология Китая. Собственно, китайцы себя называют ханьцы, и хань это классическая именно культура, которая во многом переписала предыдущую историю. Поэтому нужно учитывать, что все вот эти рассказы про Цинь-Шихуанди, про войны после него, все написаны с точки зрения победившей империи Хань, победивших конфуцианств, поэтому могут быть недостоверны. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...